Друзья, привет! Вы на канале ВОКОЛЕСО и в этом видео мы с вами посмотрим отчасти интересную модель от Гудьера Eagle Touring. Очень такую редкую, я бы сказал, и не сильно продвигаемую на российском рынке. Вообще, у Гудьера есть интересная вот эта линейка Eagle Touring, Eagle Sport, Eagle Sport TZ. Они достаточно выделяются среди других Гудьеров. Допустим, Гудьера Eagle F1 Asymmetric 5 или Гудьера Fishing Grip Performance или Performance 2. То есть, они такие своеобразные. Даже на Гудьер немножко не похожи, вроде бы. Но если мы посмотрим, для какого рынка они изначально предназначались, то мы поймем, что для американского рынка это достаточно типичная история и очень такой американский рисунок. Мы с вами, конечно, сегодня посмотрим абсолютно все, как мы с вами любим. И жесткость состава смеси, посмотрим этой шины. И измерим толщину боковины, и взвесим. В общем, многие другие вещи, которые мы с вами посмотрим. Но прежде всего я хотел сказать вот о чем. Данная шина позиционируется в Америке как всесезонная. Но в России она идет как летняя. И многие скажут, ну вот в Америке просто практически круглогодично летом. Ну, в некоторых городах и штатах, да, там действительно тепло. Но есть очень крутой и важный момент. При всяком отсутствии различных тестов этой шины в российском медиапространстве, мы даже не имеем отзывов достаточно об этой шине, хотя в Америке она появилась уж точно не позже, чем 2018 год. Почему я могу говорить об этом с уверенностью? Просто потому что на американском сайте это прописывается. Прописываются отзывы людей, которые начинаются как минимум с 2018 года. И в чем прелесть американского сайта? То, что там отзывы не удаляются. И да, там написано All Season. Но там люди пишут, выпало чуть-чуть снега и все. Управляемости нет, зацепа нет, ничего нет. Поэтому даже в Америке навряд ли эту шину можно считать всесезонной. Да, они и пишут-то, собственно, что да, она предназначена для сухого покрытия, для мокрого покрытия и даже для снега. Да, за счет вот какого-то, знаете, такого достаточно большого количества, ну, ламелей-канавок, может быть, она в таком легком каком-то снегу и не застрянет в первый метр, да. Но никто ж не говорит о том, что All Season это минус 35, например, российские. Да, там об этом не пишется. Там про температуру вообще ничего не пишется. Поэтому все-таки, друзья, я думаю, что эту шину надо исключительно считать летней. Вот прям исключительно. И поэтому давайте ее рассматривать как летнюю. Итак, шина является асимметричной. Хотя с виду, посмотрите, ну вот прям-таки не скажешь, в чем ее асимметричность, да, на первый взгляд очень сложно об этом говорить. Но у нас есть маркировка Inside, то есть, которая говорит, что это внутренняя часть этой шины. И здесь, конечно же, все вопросы сразу же снимаются. Да, шина асимметричная. Размер 225-55-19, достаточно своеобразный. И эта шина амалогирована для автомобилей Porsche. Посмотрите, NF0 об этом четко говорит. Что значит амалогация? Амалогация значит то, что данные шины могут быть поставлены на завод Porsche, как первичная комплектация для автомобилей. То есть, шинный производитель, в данном случае Гудьер, вместе с компанией автомобильным производителем, разработали эту шину под требования именно автопроизводителя. Конечно же, этот размер, если подходит и на другой автомобиль, то его без проблем можно ставить, одевать, монтировать, как угодно. Так и говорите, но тем не менее, все-таки амалогация у этой шины есть. Итак, что мы видим дальше? Мы видим с вами, что на этом размере есть три такие вот ребра, по идее, курсовой устойчивости. Но какую курсовую устойчивость они будут обеспечивать, тут большой вопрос. Потому что очень сильная нарезка, посмотрите. Очень такие канавки. Никакой блокировки этих блоков здесь абсолютно нет. То есть, блоки так и будут стоять в отдельности, когда шина будет под давлением, под весом, под массой автомобиля. Вот. И это как плюс, так и минус. Плюс для тех людей, которым нужен исключительный водоотвод. Посмотрите. Из любой точки пятна контакта здесь будет просто шикарнейший водоотвод. Вода будет лететь просто в разные стороны. Она будет лететь влево, вправо. Она будет разгоняться по продольным канавкам, которые мало того, что широкие, их еще и четыре штуки. Насколько широкие мы сейчас с вами посмотрим. Давайте-ка возьмем наш известный штангенциркуль. И сколько же у нас здесь, я не вижу, больше одного сантиметра. Да, канавки потрясающе широкие. Но о чем говорят еще люди на американском сайте, где Гудьера, где не удаляются комментарии. О том, что шина весьма хилая по износу. Но, вообще, прежде чем я об этом начну говорить и измерю глубину рисунка протектора и жесткость, я хочу сказать, что вообще вот эти все линейки, как я сказал, Eagle Sport, Eagle Touring, Eagle Sport TZ, я вообще их не особо считаю, знаете, какими-то серьезными моделями Гудьера. Ну, конечно, здесь амалогация Porsche говорит, что модель исключительно серьезная. Но все-таки мне кажется, что взрослые нормальные линейки Гудьера это как раз-таки Asymmetric 5 и Fishing Grip Performance 2. Ну, конечно же, есть еще у Гудьера и гоночные модели. Но вот эти шины, они вообще какие-то такие, они прям-таки даже не знаю, для кого предназначены. Но вот одна мысль у меня есть. Мне кажется, что эти шины весьма неплохо подойдут для съезда с асфальта. И действительно, ведь 225-55-19, наверняка этот ведь размер предназначается, ну, что-то типа Porsche Macan, наверное, да, он ставится. То есть автомобиль, который чисто теоретически может съехать с асфальта, как минимум на грунтовку. И вот на грунтовке, на какой-то слегка размытой грязи, потому что в сильной грязи на ней лучше не лезть, иначе можно там, в общем-то, встрять немножечко. Но с асфальта на грунтовочку вполне эта шина может позволить себе выехать. И именно для этого, на мой взгляд, она и предназначается. Я немножко забежал вперед, потому что я должен был это говорить в резюме, но, тем не менее, скажу это сейчас, потому что, ну, это я просто обязан об этом поговорить. Итак, мы смотрим с вами, первое, что смотрим, это глубину рисунка протектора. Давайте оценим. Здесь всего лишь на все 6,7 мм. Протектор не глубокий, это видно даже визуально, но, тем не менее, он обладает, как я и говорил, хорошим водоотводом. В остальном же каких-то ноу-хау, каких-то вот исключительных технологий создания рисунка протектора я здесь не вижу. Вижу, конечно, огромное количество кромок, которые действительно будут обеспечивать хороший кромочный эффект, то есть шина будет неплохо цепляться за различные виды поверхностей, за хороший асфальт, за плохой асфальт, за грунтовку и так далее. Здесь шина будет в норме. И видите, здесь есть такие тоже канавки, которые немножечко различной ширины, то есть сначала она идет такая узенькая, а потом становится широкой. Это нужно, опять же, для зацепа и немножечко, чуть-чуть вместе с вот этими вот искривленными канавками будет гасить резонанс, то есть шина будет не такой уж и шумной. Но по шуму мы видим с вами, что есть евроэтикетка. Шина продается в Европе, и это хорошо, потому что мы можем посмотреть на множество данных. Шина, ну вот как я вам и говорил, что если там Asymmetric 5 или Efficient Gear Performance имеет топовые характеристики, то здесь характеристики весьма посредственные. То есть шина обладает, да, неплохой топливной экономичностью, но торможение на мокром по прямой, это вот обозначает именно торможение на мокром асфальте по прямой, не по лужам, а просто мокрый асфальт. То есть показатель средний, да, в зеленой зоне, но все-таки достаточно средний. И уровень шума тоже средний, 71 дБ. Уровень шума, это не тот шум, который вы будете слышать в автомобиле, просто потому что автомобили бывают разные, разные шумоизоляция. Замер производится около арки переднего колеса, и делается это для того, чтобы европейские города были несколько более тише. То есть это делается не для водителя, и эти нормы постепенно государственными, европейскими ужесточаются. То есть шины должны быть более тихими, для того, чтобы жителям европейских городов жилось поспокойнее. Но на водителя это тоже влияет позитивно. Но измерив губы на рисунке протектора, мы поняли, что она достаточно небольшая, и мы с вами сейчас замерим жесткость состава смеси по шору. То есть это нам даст понимание трех моментов. Чем шина более мягкая, тем она лучше цепляется за асфальт. Чем она более мягкая, тем она комфортнее на хороших дорогах. На плохих дорогах комфорт дает боковина, которая должна амортизировать как бы все вот эти вот невзгоды судьбы. И третий момент это износостойкость. Чем шина мягче, тем быстрее она стирается. Поэтому давайте сделаем замер жесткость состава смеси протекторной ленты прямо сейчас. И мы, как всегда, сделаем три измерения и выведем среднее. Итак, первое измерение это 67,0 единиц шора, второе измерение 67 ровно так же. И третье измерение это 67,5 единиц шора. И средний показатель это 67,2 единиц шора. И как видите, что это средний показатель из нашей сравнительной таблицы. Конечно же, посмотрите, сколько мы уже тут намерили. Но все-таки ближе к жесткому. Поэтому если бы состав смеси был мягче, то, конечно, шина бы испарялась вообще очень быстро. Ну а так, американцы, люди, которые оставляют отзывы на сайте американском, говорят, что шина очень быстро стирается. Но по их меркам вообще очень быстро. Потому что человек пишет 20 тысяч миль, другой человек пишет 25 тысяч миль. То есть вы понимаете, да, что это 30-40 тысяч километров. Что для Америки это вообще, они, не знаю, за день отъезжают это количество. Ну, может быть, не за день. Но в год уж точно по их автобанам они эту шину приговаривают, я думаю. Но в реалиях наших, в реалиях городов, если шина отходит 40 тысяч километров, ну и слава богу, да, что она хотя бы 40 отходила. Вот. По боковине мы с вами видим, что боковина достаточно эластичная, но в целом имеет некоторую плотность. Но, конечно же, мы с вами можем здесь много ее ищупать. Но я думаю, что не лишним будет измерить ее толщину. У нас есть специальный перебор для этого. И для этого я переверну шину вот таким вот образом. И скажу вам пару моментов еще. Во-первых, я буду делать измерения вот здесь вот, в центральной части. Не здесь, потому что вместе с тыком протекторной лентой и боковиной есть некоторое утончение. Здесь же, вот в этой части, есть некоторое утолщение. Оно, все боковые порезы, грыжи и невзгоды судьбы, как я сказал, у нас появляются вот здесь вот посерединке. И именно здесь я буду делать этот замер. Тонкой боковиной считается боковина с толщиной 4-5 миллиметров, а толстой 8. То есть, все, что между 5 и 8, это считается средняя толщина боковины. Ну и давайте переходить к измерениям. Итак, мы делаем замер и смотрим, сколько же у нас получилось. 6,8 миллиметра. И это, надо сказать, ну, это средняя толщина боковины, но все-таки тонкой ее назвать определенно нельзя. То есть, шина будет обеспечивать достаточную прочность. Итак, мы переходим к маркировкам, которые указаны на боковине этой шины. Я не буду сейчас вам показывать абсолютно на 100% все маркировки, которые вы можете теперь посмотреть в отдельном видео. Я специально для вас сделал. Вот, кстати, у меня люди иногда просят показать, как выглядит боковина. Боковина выглядит, в принципе, симпатично. Но, опять же, на том, что, допустим, Eagle F1 Asymmetric 5, боковина выглядит, конечно же, премиальней, значительно симпатичней. Но моя маркировка, к маркировке я покажу только те, которые касаются именно этой шины, но и, может быть, какие-то еще интересные. Так, мы начинаем с M плюс S. И вот здесь вот история о всесезонности продолжается. M плюс S, надо сказать, что это не всесезонная шина. Даже в американских документах это говорит лишь о том, что шина будет себя вести хорошо на слякоти. То есть, мат это грязь, S это основа, все вместе это слякоть. Соответственно, в американских документах это так и прописывается. Поэтому, опять же, на всесезонность это может где-то и намекать, очень косвенно, да. Но, на самом деле, это таковым не является. NF0, амалогация, мы с вами уже об этом говорили. Что же еще тут любопытного? Вот, смотрите. Значит, Threadway это износостойкость. Видите, цифра 350. И, вроде бы, как износостойкость должна быть достаточно на высоком уровне. Но это не подтверждается отзывами людей. И, вообще, Threadway, даже учитывая, что шина определенно сертифицирована для продажи в Америке, потому что она на американском сайте есть, даже в Америке эту цифру Threadway ставят под большое сомнение. И говорят, что она вообще ни к чему не привязывается. Но, там действительно настолько сложная система вычисления этих Threadway в американской сертификации, что две шины просто сравнить сложно. Потому что, ну вот, я даже делал видео специальное, пытался изучить, проанализировать как-то различные шины, привязку к пробегу, который заявлен производителем и Threadway. В общем-то, абсолютно не бьются никакие данные. Видео вы можете тоже посмотреть на нашем канале. Оставлю ссылку для вас в описании. И в подсказке постараюсь тоже закинуть. Ну, так вот. Дальше тоже по американской сертификации. Трекшн А. То есть, Трекшн это аналог остановки на мокром асфальте европейской сертификации. Но, если буква А в Европе это высший балл, то в Америке для этого нужно заработать две буквы А. Поэтому, здесь одна буква А. И это не совсем высший показатель, но тоже неплохой. По Темпериче. Темпериче здесь одна буква А. И здесь это является наивысшим баллом. Темпериче это такой показатель, который говорит о том, насколько шина хорошо охлаждается. То есть, шина в процессе эксплуатации нагревается. И для того, чтобы сохранить свои хорошие свойства ходовые, шина должна охлаждаться. И охлаждается она очень хорошо. Одна буква А это максимальный балл для американской сертификации. Дальше. DOT. DOT это американская сертификация. DOT Department of Transportation расшифровывается. И дальше указан номер партии и там, где шина была произведена. Шина произведена в Германии. Вот есть об этом маркировка ясно свидетельствующая. Но эти данные нам позволяют посмотреть, в каком даже городе шина была произведена и на каком заводе. И это немецкий город Ханау, который находится в бликсерике Майн. Ну, на самом деле, просто город находится восточнее города Франкфурт на Майне. Который вы наверняка знаете и слышали. И сам город Ханау, он, в общем-то, достаточно маленький. Даже 100 тысяч нет. Но так как он находится рядышком со Франкфуртом на Майне, то, конечно же, я думаю, что жизнь там спокойная. И можно выехать еще и в крупный город. Поэтому вот такая вот информация о производстве там, где она, шина производится. Это так, просто, знаете, любопытство ради, но почему бы и не посмотреть. Шина обладает защитным бортом диска. Вот, посмотрите, есть такая выпуклость. Но ей, на самом деле, верить не всегда можно. Потому что все-таки упоминание об этом где-то должно быть. Но вот у Гудьера здесь все просто. Видите, рим-протектор, то есть защита обода диска. Это они прям так решили и написать. Давайте перевернем шину. Посмотрим, что есть на другой стороне. Может быть, что-то еще интересное. А, кстати, вот, да, видите, белая точка. Белая точка на Гудьере, она может быть зеленой точкой. И обозначает она ровно то, что обозначает желтая точка на у всех других производителей. Об этих маркировках можете посмотреть видео. Я подробно рассказал в одном маленьком, но очень популярном видео, которое вы наверняка уже видели. Ну, а если не видели, можете посмотреть по ссылке в описании. Так вот, еще раз повторюсь, желтая точка. Вот, кстати, лежит Гудьера Efficient Grip Performance 2. Видите, зелененькая точечка там. Вот зеленая точка, белая точка на Гудьере. Собственно, это то же самое, что желтая точка у всех остальных, как я и сказал. По другой стороне мы здесь не видим ничего такого, на что стоит обратить внимание. Ну, дату выпуска, я думаю, что вы и сами уже научились смотреть. 20 неделя 2019 года по этой шине. Подводить итоги надо, наверное, да. Ну, здесь, на самом деле, итог очень простой. Для кого нужна эта шина, сложно сказать. Потому что по цене она не самая дешевая. За эту же цену можно купить что-то и поприличнее, на мой взгляд. Но, но, у этой шины есть, конечно, вот этот плюс, о котором мы говорили в середине видео. Эта шина может выехать на гравийку и достаточно уверенно там себя чувствовать. Поэтому, мое мнение таково, что если вы вообще никогда не выезжаете на гравийку, не ездите в лес на шашлыки, например, или куда-то в подобные места, то вам эта шина вообще не нужна. Ну, смысла в ней просто нет. Покупайте обычную дорожную шину и наслаждайтесь тишиной, комфортом, потому что можно явно взять шину и тише, чем 71 дБ. Но, но, если вам вдруг требуется часто съезжать на гравийку, вы живете, допустим, за городом, или часто ездите на дачу, или любите бывать на природе, то вот в этом случае, конечно, шина для вас имеет большое количество плюсов в виде огромного количества зацепов, которые будут работать на любой плюс-минус нормальной поверхности. Я не имею в виду прям жесткие грязи, потому что там все-таки нужна такая грязевая шина, которая теряет смысл на асфальте, в свою очередь. Поэтому позиционирование для меня, с одной стороны, не очень понятно, а с другой стороны, вполне очевидно. Поэтому для Америки, где действительно, помимо горы автобанов, есть еще достаточно много и гравийных дорог, и там эта шина, конечно же, будет пользоваться популярностью, наряду и с другими подобными шинами. Ну и, друзья, я надеюсь, это было видео вам хоть как-то полезным, и если это так, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, потому что все это дает нам лучшую мотивацию делать для вас эти видео и дальше. И спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok